Вот страница настоящего издания английской газеты Guardian от 7 июля 2022 года. На обложке бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А это российская подделка. Тот же автор, тот же дизайн, вот только фотография. Другая из заголовок передовицы гласит. Видео выявлена ложная постановка в Буче. Более 60 подобных сайтов-клонов, выдающих себя за реальные издания, более полутора тысяч фейковых аккаунтов в Фейсбуке и Инстаграме. Группы с десятками и сотнями подписчиков и рекламные кампании на платформах стоимостью более 100 тысяч долларов. Меда разоблачила и, как сообщают в компании, предотвратила одну из крупнейших и сложнейших российских операций в онлайн-пространстве с начала войны в Украине. Операция началась в мае этого года и была сосредоточена вокруг разветвленной сети из более чем 60 сайтов, тщательно выдающих себя за настоящие новостные ресурсы. На протяжении расследования мы блокировали домены, которые использовались в рамках операции, но они пытались создать новые сайты, что предполагает настойчивость и постоянные инвестиции в эту деятельность. Они публиковали материалы и посты преимущественно на немецком, английском, французском, итальянском, испанском, русском и украинском языках. В отчете Меда говорится, что онлайн-пропагандисты направляли свои усилия в основном на европейскую аудиторию, используя ее страх или сомнения по поводу антироссийских санкций и потока беженцев из Украины в результате агрессии. Мы одна из тех организаций, из тех аналитических центров, с которыми Меда сотрудничает и обменивается данными, если выявляется какая-то сеть аккаунтов, которые, в общем-то, работают против terms of use, не знаю, как лучше перевести правила пользования платформы. Началось все с того, что я заметила, одна моя знакомая сделала скриншот одной из страниц, которая оказалась частью этой кампании информационного воздействия, и указала, что, ну, в общем-то, посыл был такой, что Европа со своими санкциями перерезает поток газа российского в немецкую экономику, и обратила внимание на то, что страницы пользуются логотипом Fuzz, Frankfurt Algumated Sightung, ну и что вообще выглядит очень неаутентично. И проверяя каждую страницу в библиотеке реклам, то есть Facebook Ad Transparency Ad Library, было ясно, что все посты, и это были единичные посты на всех этих страницах, что они распространяются через проплаченную рекламу на Фейсбуке. Помимо фейковых аккаунтов в соцсетях и новостных изданий, также создавались поддельные петиции и мемы. 27 мая на сайте организации change.org была размещена петиция на немецком языке с требованием к правительству Германии прекратить свою неприемлемую щедрость по отношению к украинским беженцам. Мы также обнаружили несколько YouTube и Telegram каналов, которые публиковали одинаковые видео о росте цен в Европе, вызванном санкциями против России, а также с обвинениями в адрес мигрантов из Украины в воровстве, вандализме, проституции, насилии и безбилетном проезде на поездах. Неудивительно, что целью стала Европа, потому что она находится в каком-то смысле в центре политической стратегии России. Думаю, что Россия довольно пессимистично настроена в отношении своего влияния на политику США, зная, что не в силах изменить или сократить поддержку Украины. Россия надеялась, что может повлиять на европейские правительства или подвергнуть сомнению их поддержку Украины в преддверии зимы в ближайшие месяцы. Это в основном попытка мутить воду в информационной среде. То есть какая-то другая версия произошедшего, например, в Буче, когда на самом деле все хорошо задокументировано и понятно, создает возможность для порождения сомнений. Это старая техника дезинформации, так называемая «а что если?». То, что они наверняка пытались сделать, это донести посыл, что в случае Германии и Латвии, что санкции губят экономику этих стран, то есть санкции, примененные к России, делают урон экономике Германии и Латвии, а в случае со Францией и Италией, что поставки оружия, в общем-то, вовлекают Францию и Италию в совершении военных преступлений, что вот Украина их, типа, совершает, а вы поставляете оружие. То есть апеллировали моральными посылами во Франции и Италии, где, в общем-то, это и были посылы, которые… Ну, часть итальянской, например, публики проводился опрос, где 45% итальянцев по одному из опросов были против поставки оружия Украине. Также во Франции тоже были протесты, не совсем большие, обширные, но существовала вот уже эта идея. То есть наверняка авторы этой информационной компании информационного воздействия хотели просто раскрутить уже имеющийся какой-то сентимент, который есть в этих обществах, и просто, ну, как бы добавить масло в огонь. Около недели назад вышел отчет Атлантического совета в Вашингтоне под названием «Распутывание российской сети», в которой аналитики утверждают, что путинский режим культивирует обширную киберсеть в России и за ее пределами, вербует, поощряет и может даже напрямую финансировать разные группы. В России существует многоуровневая киберсеть, состоящая, среди прочего, из финансируемых государством подставных компаний, контролируемых правительством лиц, киберпреступников и так называемых патриотических хакеров. Некоторые из этих структур получают прямые указания и финансовую поддержку от российских властей. Другие имеют разрешение действовать независимо и делать все, что не направлено против путинского режима. Мы уже ожидали то, что компания информационного воздействия будет производиться, наверняка соцсети тоже будут использоваться, и это, в общем-то, то, что мы дождались. Единственное, обычно ожидания такие, что эти компании будут труднее разоблачить, труднее связать с каким-то конкретным, ну, не государственным, а вообще с конкретной страной или страной происхождения, что она будет более изысканная или качественная. Но оказалось совершенно не так. То есть она была очень, ну, такая, по-русски, тяп-ляп. Отчет Мета и Атлантического совета едины в том, что Россия ведет войну не только на украинской земле, но и в онлайн-пространстве, причем всеми возможными способами. В настоящее время Америка. Вашингтон.